Всем привет и добро пожаловать в гости к мистике. Сегодня я расскажу вам о деле, которое потрясло всю Австралию. И хотя оно считается раскрытым, всё же в нём есть несколько больших вопросов, на которые до сих пор никто не может дать ответ. Особенно завораживающей и пугающей эту историю делает то, что нам известно, что произошло в ту ночь, минуту за минутой, когда на своём минивэне по безлюдному шоссе ехали Питер Фалконио и его девушка Джоан Лис. Если вам нравятся такие пугающие реальные истории, обязательно подпишитесь на наш канал, ведь впереди ещё очень много интересного. Ставьте лайк этому видео, и мы будем погружаться в дело об убийстве Питера Фалконио. Австралия – далёкая страна, о которой мы нечасто слышим в новостях. Но эта страна привлекает огромное количество туристов каждый год. В частности, сюда едут путешественники, которые любят активный отдых. Такими туристами и были британцы Питер Фалконио и Джоан Лис. Им было 29 и 27 лет. Но начали они своё путешествие не с Австралии. 15 ноября 2000 года Питер и Джоан отправились в настоящее кругосветное путешествие, планируя посетить Непал, Таиланд, Камбоджу, Австралию, затем Новую Зеландию, Фиджи и Америку. Так вот, 16 января 2001 года они прибыли в Австралию и направились в Сидней, где хотели провести около трёх месяцев, зарабатывая на оставшуюся часть поездки. Джоан устроилась в книжный магазин, а Питер работал в мебельном магазине. Они нашли себе друзей и отлично проводили там время. И в итоге в Сиднее они остались немного дольше, до июня. Для туристов в крупных городах Австралии организованы специальные места для продажи автомобилей с пробегом. На этих ярмарках можно купить машину для путешествия по стране, а по окончании поездки там же можно её и продать. На такой ярмарке Питер купил 30-летний оранжевый мини-вен, в котором была полноценная кровать, плита, холодильник и даже сейф. И 25 июня они на этом фургоне покинули Сидней и отправились сначала в Канберру, потом в Мельбурн, Южную Австралию, а затем повернули на север. Иногда они спали в фургоне, припарковав его на обочине шоссе или на парковке у отеля, а иногда останавливались в кемпингах. Они проводили целые дни в дороге, благо в Австралии они хорошие. Например, через весь континент проходит шоссе длиной 2836 километров. Оно называется Стюарт Хайвей. По нему практически никто не ездит. Там можно целый день ехать и не повстречать на своём пути ни души. Стюарт Хайвей в основном используют для перевозки грузов на так называемых автопоездах. Это гигантские фуры длиной 50 метров. Они ездят со скоростью до 100 километров в час. Ну а теперь ближе к делу. Австралия поделена на несколько штатов и территорий, и сегодня пойдёт речь о северной территории. Это достаточно безлюдное место с очень низкой плотностью населения. Вот там всё и произошло. 11 июля Джоан и Питер прибыли к скале Улуру. На ней они встретили рассвет. В кемпинге у скалы Питер и Джоан подружились с канадскими туристами, с которыми они потом вместе доехали до Элис Спрингс. Элис Спрингс — это маленький городок, в котором редко что-то происходит. Там весь день, 12 июля, Питер и Джоан осматривали достопримечательности, а ночь провели в своём фургоне. 14 июля в 11.30 утра Джоан Лис позвонила своей подруге Аманди Уиллан в Сидней и сообщила, что они с Питером собираются посетить ежегодные гонки верблюдов. После гонок в 6 часов вечера они заправили машину в Тивери Роудхаус и покурили немного травы, провожая закат. А затем по тому самому шоссе Стюарт Хайвей они отправились в путь по направлению к городу Дарвин на самом севере материка. Ехать им нужно было около 6 часов. Было уже темно, на дороге никого, Питер и Джоан расслабились и спокойно ехали вперёд. Но где-то через полтора часа внезапно они увидели в зеркале заднего вида яркий свет фар. Питер сбросил скорость, думая, что их кто-то просто пытается обогнать, но и та машина тоже притормозила. Кто-то явно их преследовал. Машина набрала скорость и поравнялась с фургоном Питера и Джоан. Увидев это, Джоан посмотрела на машину незнакомца и увидел, что это был пикап Toyota Land Cruiser, за рулём которого сидел мужчина, а на пассажирском сидении спала собака. Водитель пикапа открыл окно и стал что-то выкрикивать и активно жестикулировать, указывая на заднюю часть их фургона. Питер и Джоан не поняли, что он хочет им сказать и стоит ли им останавливаться. Но так как вокруг, кроме них и незнакомца в машине, никого не было, на улице уже темно, а ехать им ещё долго, поэтому они всё же решили остановиться и съехали на обочину. Джоан очень запереживала, когда они остановились. Фактически они были посреди пустыни. Но Питер казался абсолютно спокойным. Он заглушил двигатель, открыл дверь и вышел из фургона. А Джоан сразу же перешла с заднего сидения на место водителя. Она прислушалась и услышала разговор между Питером и незнакомцем из пикапа. Мужчина тоже вышел из своей машины и сказал Питеру, что когда они ехали, у них из выхлопной трубы шли искры. Питер поблагодарил незнакомца за то, что он сообщил ему об этом. Он вернулся к Джоан и попросил её завести машину, а сам достал сигареты и ушёл обратно к багажнику. Как только Джоан повернула ключ сожигания, она услышала громкий хлопок. Похожий звук они уже слышали несколько раз, когда заводили свою машину, поэтому Джоан не испугалась. Но, поворачивая голову к окну, она почувствовала ствол пистолета, приставленный к своему виску. Пистолет держал незнакомец из пикапа. Он приказал ей сложить руки за спиной и двигаться на пассажирское сидение, а сам залез в машину. Джоан начала кричать и сопротивляться, но ему удалось связать ей руки самодельными наручниками из изоленты. Затем он вытащил её из фургона и повалил на асфальт, пытаясь связать ей ноги. Но она настолько сильно сопротивлялась, что спустя несколько попыток он просто сдался. Он попытался заклеить ей рот скотчем, но и это у него не вышло. Джоан била его, кусала, кричала и звала на помощь Питера. Это была настоящая схватка. В конце концов, мужчина поднял её с асфальта и велел ей залезть в прицеп его машины. Он приподнял брезент и подтолкнул её внутрь. Оказавшись там, Джоан заметила, что в схватке у неё слетела резинка с волос. И это очень важно. Она затаилась и прислушалась. Напавший на неё мужчина отошёл от машины. Послышались странные звуки, как будто бы он что-то волочил по асфальту. И тут Джоан поняла, что сейчас у неё последний шанс на спасение, пока не знакомится, чем-то занят. Каким-то невероятным образом она со связанными руками вылезла из-под ткани, закрывавшей прицеп. Джоан опустила ноги вниз, и как только они коснулись асфальта, она рванула вперёд в заросли. В полной темноте, через кусты и ветки, несколько раз падая и снова поднимаясь, и повторяю, со связанными за спиной руками, она бежала вперёд изо всех сил. Всё это происходило, напомню, посреди пустыни, где кроме узкой полосы низких кустов и редких деревьев вдоль дороги, почти нет никакой растительности. Это не наше российское шоссе, идущее через густой лес. На Стюарт-Хайвэй почти невозможно скрыться. Скорее всего, она бежала вдоль дороги, потому что за узкой полосой деревьев снова пустыня. Но в итоге, каким-то чудом, пробегая через заросли, Джоан разглядела в темноте высокий и плотный куст, и, сев на корточки, она спряталась за ним. К тому моменту на улице уже была полная темнота, а столбик термометра опустился до 14 градусов. Джоан затаила дыхание. Она увидела в полной темноте свет фар, направленный прямо на неё. Напавший на неё мужчина завёл машину и повернул её фарами в заросли. Она услышала приближающиеся к ней шаги. Мужчина шёл вместе со своей собакой, и у него был фонарь. Но он дважды прошёл мимо, не заметив её в темноте. Затем он вернулся в свою машину и уехал. А Джоан продолжала сидеть в зарослях, на холоде, в одной майке и шортах. Она была одна посреди пустыни со связанными руками. Спустя некоторое время она услышала машину, которая проехала мимо. Она испугалась, что это снова тот мужчина вернулся, снова её искать. Но потом выяснилось, что это была другая семейная пара. И тут же он поняла, что нужно срочно избавляться от наручников. Ну или хотя бы перевести руки из-за спины вперёд. Она достала из кармана помаду и попыталась смазать ей руки, чтобы наручники из изоленты соскользнули. Но это не помогло. Тогда она сильно прижала к себе ноги и провела руки под собой вперёд. И теперь ей хотя бы было удобнее двигаться. Прошло ещё несколько часов. В общей сложности она находилась в зарослях около пяти часов, боясь пошевелиться и выйти в дороге. Только представьте себе это, пять часов в темноте, на холоде, в полном одиночестве посреди пустыни. И тут она вдалеке услышала шум от приближающейся машины. Джоанн вскочила и рванула через заросли к дороге. Она выбежала на середину шоссе и подняла руки в наручниках вверх. А навстречу ей ехал тот самый автопоезд. Огромная пятидесятиметровая махина неслась прямо на неё. Джоанн не могла сначала понять, затормозит водитель или нет, да и вообще, увидел ли он её. Она до последнего стояла на дороге с вытянутыми вверх руками. И всего за несколько секунд до столкновения она успела отпрыгнуть на обочину, а затем побежала вдоль дороги за автопоездом. Он проехал ещё километр, прежде чем смог полностью остановиться. Целый километр Джоанн бежала за ним из последних сил. Водитель автопоезда потом рассказывал, что сначала подумал, что он задавил девушку. Но через пару минут после остановки он увидел её живой, бегущий со связанными руками к нему. Она отдышалась и рассказала, что с ней произошло. Как её пытался похитить мужчина из пикапа. Как она часами сидела в зарослях и что не знает, где её молодой человек. На часах тогда было около часа ночи. Водитель автопоезда, его звали, кстати, Винс Миллер, решил ей помочь. Он разрезал наручники, отсоединил весь груз от машины, и они стали вместе ездить вдоль дороги и искать Питера. Но ничего не удалось найти. И как только Джоанн рассказал Винсу, что у нападавшего был пистолет, он сразу же остановил поиски и предложил обратиться за помощью в ближайший город. Он подвёз Джоанн на юг в отель под названием Бэрро Крик, владельцы которого помогли Джоанн связаться с полицией. Утром после той страшной ночи старший офицер полиции Гарри Мозли велел перекрыть бетонными блоками основные шоссе, по которым можно было попасть на границу с Южной Австралией и Квинслендом. Вероятно, полицейские подозревали, что к нападению на Питера и Джоанн может быть причастен местный житель. И таким образом они хотели поймать его в ловушку. На поиски Питера отправились свыше ста человек, включая полицейских и добровольцев. Был опубликован и фоторобот преступника, составленный по показаниям Джоанн. Описание его машины тоже опубликовали, чтобы помочь опознать мужчину. Но, к сожалению, в Австралии и в частности на северной территории почти каждый второй ездит на пикапе. Осматривая место преступления, полицейские нашли пятна крови. Эти пятна как будто кто-то пытался стереть, скрыть. И затем исследование ДНК показало, что это была кровь Питера Фалкунио. Неподалеку от того места, в зарослях, где пряталась Джоанн, был найден и их спитером Минивен. Он стоял прямо посреди кустов. Это значит, что кто-то его туда отогнал. И с помощью липкой ленты криминалисты сняли отпечатки пальцев и следы ДНК с руля Минивена. Эту же процедуру проделали с переключателем коробки передач и с ручками на дверях. Ведь, скорее всего, машину в кусты отогнал тот самый преступник. И в ней просто обязаны были сохраниться следы его ДНК. Хотя бы просто мелкие частички кожи. Спустя четыре дня после произошедшего в Австралию приехали брат и отец Питера. Они объявили награду в 250 тысяч долларов за любую информацию о местонахождении Питера. К этому времени о предполагаемом убийстве Питера и попытке похищения Джоанн заговорили во всех средствах массовой информации Австралии. В Эрис Спрингс приезжали толпы журналистов, и все они хотели поговорить о произошедшем с Джоанн. Но она отказывалась давать любые комментарии. Несмотря на то, что даже полиция советовала ей пообщаться с журналистами. Из-за этого в прессе стали появляться спекуляции на тему причастности Джоанн к исчезновению Питера в Фалконе. Что, если она сама все подстроила? И только через 11 дней после той страшной ночи была организована пресс-конференция, на которой Джоанн сделала следующее заявление. Кто, кто говорил с мной или был в контакте с мной, никто не спрашивает меня. На этой же конференции обнародовали и фото ее ран, которые она получила в ту ночь. Интересно, что еще до конференции с Джоанн были согласованы все вопросы. Причем на многие предложенные вопросы она отказалась отвечать. Журналистов смутило еще и то, что во время пресс-конференции Джоанн не выглядела расстроенной. А до этого она на публике была замечена в майке с надписью «Чики Манки» – наглая обезьянка. К тому же наблюдались определенные неточности в ее показаниях. В ходе расследования Джоанн просили описать, как именно ее пытался похитить неизвестный мужчина. Но Джоанн не смогла показать, как он попал в машину и что именно он делал и в какой последовательности. И из-за всего этого в прессе стали появляться такие заголовки. Но на самом деле у Джоанн на следующий день после роковой ночи полицейские забрали всю одежду, и ей приходилось носить то, что ей отдавали неравнодушные люди. А показать, что именно и как делал преступник, она не могла, потому что на нее невероятно сильно давили сами полицейские. Они верили, что Джоанн убила Питера. Ну и ее пытались похитить. В тот момент она была в стрессе и не пыталась запомнить детали происходящего. Но был момент, который всплыл на поверхность уже на последующих слушаниях по этому делу. Оказывается, Джоанн подтверждала, что у нее в Сиднее был роман еще с одним британским путешественником, Ником Райли, который она хоронила в тайне от Питера. Этот факт сильно усложнял ситуацию. Но вернемся к хронологии. Примерно через 19 дней после исчезновения Питера были обнародованы кадры с камер видеонаблюдения на бензоколонке в Элис Спрингс. Там запечатлено то, что произошло ровно за 20 минут до того, как дальнобойщик остановился и подобрал Джоанн на обочине шоссе. Так вот, на автозаправке Шелл в Элис Спрингс был замечен некий мужчина. Видно, как он заправил свой пикап, который, кстати, подходил под описание, предоставленное Джоанн. Мужчина купил мешок льда и холодный кофе. Но, к сожалению, номер машины рассмотреть на записи такого низкого качества невозможно, так же, как и опознать лицо этого человека. Заметьте, это видео всплыло только через 19 дней после исчезновения Питера. Почему же оно не появилось раньше? А ответ простой. Джоанн была главной подозреваемой. И поэтому они просто больше никого не разыскивали. Был, конечно, список из почти трех тысяч подозреваемых. Но его полицейские не обновляли. Дело стояло на месте. И вот спустя целых пять месяцев на место главного детектива по этому делу была назначена женщина по имени Колин Гуин. Разбираясь в материалах дела, она сказала, что в этом расследовании полицейские выглядят как полные идиоты, не знающие, что вообще нужно делать. После 12-часового допроса Джоанн она настаивала на том, чтобы ей все верили. Джоанн в этом деле жертва, а не подозреваемая. Колин отмечала, что на самом деле Джоанн потрясающий свидетель. И благодаря работе Колин и ее команды удалось сократить тот самый расплывчатый список подозреваемых с трех тысяч до двадцати шести человек. Далее по результатам судмедэкспертизы были найдены одни и те же следы ДНК мужчины на футболке Джоанн и на руле, и на переключателе коробки передач в машине. Даже на наручниках, которыми была связана Джоанн, под слоем помады были найдены следы ДНК все того же человека. Выделить точные результаты было достаточно сложно, так как анализ проводился по предельно малому количеству ДНК. И это вызывало дискуссии среди экспертов и среди самих следователей. Но в итоге все результаты были подтверждены и сторонними экспертами по анализу ДНК, что теперь могло использоваться как доказательство в суде. Казалось бы, победа — дело за малым. Однако и в национальной, и в международной базе отпечатков пальцев сходств найдено не было. Нужно было искать с помощью других способов. И тут внезапно, 17 мая 2002 года, полиция задержала некоего Джеймса Хэппи, который перевозил 4 килограмма марихуаны. Но это не главное. Важно, что он оказался соседом по комнате Брэдли Мёрдока. И как только он узнал, что за транспортировку наркотиков ему светит неплохой такой срок, он начал выкладывать полицейским все, что знал. Ну и, конечно же, он хотел получить обещанные 250 тысяч долларов за раскрытие дела. Они с Мёрдоком, как оказывается, были друзьями. Они оба перевозили наркотики. И выяснилось, например, что Джеймс видел, как Брэдли делал наручники. Так как раз такие, какими была связана Джоан. Ещё Джеймс заявил, что Мёрдок ему рассказывал, что знает, как избавиться от тела в водосточной канаве у дороги. Вот мне интересно, при каких обстоятельствах он ему это рассказывал. И в вечер, когда на Питера и Джоан было совершено нападение, Мёрдок был на деле. И, вернувшись домой, он сказал, что попал в небольшую передрягу. И в какую именно, он не уточнил. Узнав всё это, детективы копнули глубже. И оказалось, что как раз в это время Брэдли Мёрдок поссорился со своим братом Гарри. Они быстро нашли этого Гарри, приехали к нему домой и взяли у него образцы ДНК. Гарри согласился на это, потому что думал, что Брэдли уж точно не виновен. Но вскоре пришли результаты исследования ДНК Гарри. Их сравнили с ДНК, которое было получено на месте преступления. И оказалось, что кровь и частицы кожи с места преступления принадлежали кровному родственнику Гарри. И в том, что это был именно Брэдли Мёрдок, сомнений не оставалось. Брэдли Мёрдоку было 43 года. И он вообще был достаточно тёмной и сомнительной личностью. На руке у него была татуировка куклы Ксклана. Так что тёмно и сомнительно, это мягко сказано. Мёрдок был одним из самых первых подозреваемых. Полицейские уже давно побывали у него дома, и осмотрели его машину, и пообщались с соседями. Они, кстати, в один голос утверждали, что Мёрдок хороший человек. Но в итоге полицейские заключили, что он не похож на человека, которого вы видели на записи с камер видеонаблюдения, и что у него вообще немного другая машина. Участвовать в опознании преступника Мёрдок отказался, и он имел на это право. И ещё он озвучил следователям своё алиби. Якобы он не мог за 24 часа успеть доехать от места, где был пикап Питера и Джоан, до своего дома в городе Брум. Это около 2000 километров. Но уже спустя месяцы следователи во главе с детективом Коллин Гуин провели эксперимент в точно таких же условиях, и оказалось, что успеть доехать с точки А в точку Б как раз за это время ещё как возможно. Странным детективом показалось и поведение Мёрдока сразу после исчезновения Питера. Он всячески менял свою внешность и пытался изменить внешний вид своей машины. И у него, кстати, как раз был пикап. А ещё у него была собака, долматинец. Он готовился уехать на юг Австралии, в дом неподалёку от места под названием Свон Рич, где он уже ранее прятался, когда его преследовали по делу о торговле наркотиками. Так вот, в то время, пока шло расследование дела об исчезновении Питера Фалконио, Мёрдок тоже был под пристальным вниманием полиции, но в этот раз уже не по поводу наркотиков. Его судили в городе Аделаиде по подозрению в похищении и изнасиловании 12-летней девочки и её матери. Он связал их и не отпускал на протяжении 25 часов. Причём, они были ранее знакомы, и Мёрдок даже гостил у них несколько раз. И вот из-за этого дела он и был арестован. Во время ареста его допрашивала та самая детектив Колин Гуин. Она спрашивала, не может ли он быть причастен к делу Питера Фалконио. Слушая его ответ, детектив Колин Гуин чувствовала, что на самом деле в глубине души Мёрдок паникует, но очень хорошо это скрывает. Сразу после допроса Мёрдока Колин отправилась к Джоан и показала ей фотографии подозреваемых, среди которых было и фото Мёрдока. И она попросила указать на того, кого в ту ночь видела Джоан и кто пытался её похитить. И Джоан указала на Мёрдока. Она узнала его. К тому же на пистолете, обнаруженном у Мёрдока, детективы заметили резинку для волос. Это была резинка Джоан, которую она потеряла в ту самую ночь. По делу о похищении женщины и её дочери Мёрдока оправдали. Он был невиновен. Он вышел из зала суда, и тут же его уже ждала полиция Северной Австралии. Его отвезли в Дарвин, и там 17 октября 2005 года начался судебный процесс по делу об убийстве Питера Фалконио и попытке похищения Джоан Лис. Она, кстати, прилетела для этого обратно в Австралию и дала показания в суде. Помимо Джоан, в суде выступал и Джон Хэппи, друг и сообщник Брэдли Мёрдока. Обвинение выдвинуло следующую версию произошедшего. Брэдли Мёрдок был в том же кафе, в котором останавливались и Питер с Джоан. И ему показалось, что они за ним следят, чтобы сдать его затем полиции, ведь Мёрдок перевозил наркотики. В итоге он отправился за ними в погоню, остановил их на обочине, запаниковал и убил Питера, а потом пытался похитить Джоан. Такая была теория. Сам Мёрдок, как раньше настаивал на своей непричастности к делу, так и сейчас заявлял о своей невиновности. Есть информация о том, что Мёрдок, возможно, мог кому-то дать указание избавиться от тела, разделив его на две части и положив его в два мешка для мусора. Поэтому он сам и не знает, где тело Питера. Но это подтверждено не было. На суде адвокат Мёрдока утверждал, что Питер подстроил собственную смерть и обманул всех. Во-первых, тела обнаружено не было, а нет тела, нет преступления. Во-вторых, внезапно появились свидетели Роберт Браун и Мелисса Кендл, которые уже после нападения видели Питера в 2001 году живым на заправке в 2000 километрах от места, где все произошло. Но их описания этого момента отличались друг от друга. Ну и еще защита ссылалась на небольшие неточности в показаниях Джоан. В общем, после девяти недель слушаний по этому делу судья вынес вердикт. Мёрдок виновен в убийстве Фалконио и в попытке похищения Джоан Лис. Брэдли Мёрдока осудили на 28 лет без права досрочного освобождения. После финального заседания суда Джоан и члены семьи Питера дали следующий комментарий репортерам. Сейчас Джоан Лис 45 лет. Долгое время после окончания следствия Джоан не могла даже думать об Австралии. Настолько тяжело она перенесла утрату своего молодого человека. Она даже попросила полицейских уничтожить их оранжевый минивэн. И только в 2016 году Джоан вернулась обратно в Австралию. Она посетила места, по которым они ездили с Питером. Джоан пыталась самостоятельно найти останки Питера, но, к сожалению, ничего найти не получилось. Как говорит Джоан, она бы никогда не вернулась в Австралию, если бы не узнала о том, что у неё здесь есть сестра. Оказывается, отец Джоан австралиец, но он не принимал участия в её жизни, и она даже не знала о том, что у него есть ещё одна дочь. Её сводная сестра Джесс. И вот они встретились. Они невероятно похожи, посмотрите. Девушки вместе нашли скульптора, согласившегося сделать скульптуру, которая увековечит память о Питере. Её планируют поставить на обочине шоссе Стюарт-Хайвей. Сейчас девушки отлично общаются, они очень близки. Теперь Джоан больше не чувствует себя настолько одинокой. Она планирует даже получать австралийское гражданство, чтобы быть ближе к своей сестре. Вот такая история, друзья. Как вы думаете, что можно было бы сделать, чтобы найти тело Питера? Это вообще возможно? Пишите в комментарии, что вы думаете об этой истории. Признаюсь, в какой-то момент я даже начала сомневаться в виновности Мёрдока. Но сейчас сомнений у меня нет. Мне будет очень интересно прочитать ваши мысли об этой истории. Ну а я с вами прощаюсь и желаю вам спокойной ночи. Не забудьте подписаться на канал. И мы скоро с вами снова увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok